Привет! Я записал для тебя очередные реакции на Геннадия. Все ссылки ты можешь найти под видео. Там и мой личный блог, и стихи. Не забудь подписаться и поставить лайк. Погнали! Жаль, я хотел стихи вам почитать. Хочешь стихи? Ну, давайте, читайте нам. Хотите, да, стихи почитаю? Да, да. Давайте, читайте. Ой, ну давайте, это самый. У меня есть стихотворение про дом. Хотите, про дом вам прочитаю? Давайте. Хорошо. Называется «Я все скучаю». Давай. Я все скучаю. А что, вы меня перебиваете, да? Ой, извините, извините, извините. А, все, тогда, ну, если вы не будете перебивать, хорошо. Да, да. Хорошо. Я все мечтаю о былом. Я все мечтаю о былом. Чтоб за холостным говоришь. Где по зиме белым-бело я ощутил себя мальчишкой. И вечерами натощак гонял в саду залетная галка, смотря, как солнце убегало за горизонт себя таща. И чтобы света кабрикос мы воробьями с босотою ловили блеск девичьих коз и их дивились к отцату. И чтоб грозился кулаком на нас сосед Иван Савельич за то, что мы нарочно съели не мамин борщ, а анакон. И чтоб теснил облакота. Я, трусливый, малахольный, ходил домой путем окольный. Но зря я что-либо топтал. Темнеет вечер за кордоном. Плеет в белой кружке чай. Как хорошо мне было дома. Я возвращаюсь к чайу. Ого! Это очень круто! У вас красивый голос. Спасибо большое. Так вы сначала прикидывались? Пусть творчество нас всех объединяет. Шо, шо? Шо, вы хотите меня переключить, что ли? Да нет, у меня там уведомления. А, понятно. Шо вы тут интересного делаете в чат-рулетках? Общаемся. А вас там несколько? Я одна, а их много. А, понятно. А я зашел стихи почитать в чат-рулетку. Хотите вам почитать? Нет, я стихи не очень. А если я почитаю и вам понравится? Ну да, вас зачитай один, послушай. Один. Свой хотите или классический известный какой-то? Давай басню зачитай. Басню? Да. А, мартышка и очки знаю. Как раз вы бачка. Другую. Другую. А я только мартышка и очки знаю. Ну все, пока тогда. Ну, а почему вы такая злая? Я борец. Борец? Да, мастер в спорт. А какой борьбой занимаетесь? У нас тут просто... У нас тут есть школа греко-римской борьбы. Я, да, грек, греко-римская. О, прикольно. А у вас тоже уши поломаны? Нет, нет, я аккуратно борюсь. А, слушайте, классно. Нет, меня предлагали, чтобы типа сходи на борьбу, позанимайся, но я не решился немного. Пизду лижешь? Вот это поворот! Кого? Пизду. Не, я стихи пишу. Хотите стихи расскажу вам? Не, не, не. Пизду лижешь, честно. Ни разу не лизал? Не, а у нас тут на юге это не приветствуется. Почему? Ну, не знаю. Ну, вот, типа пацаны не поймут. А, брат. Да кто там, не важно, кто что поймет. Самое главное, что у тебя какой вкус на языке, родной. Ну, не знаю. А вы, скажите, а вы пробовали, да? Я обожаю. Прикольно. И как оно? Я только в фильмах это видел. Очень вкусно. Ты когда попробуешь, вспомнишь мои слова, тебя за уши не оттянешь. Ну, не делаю я ваш, черт. Куни Ленин. Какие стихи хотите? Чтобы Есенин, там, Маяковский, ну, вот эти, знаете, известные есть. А еще могу свое что-то прочитать. Давайте свое. Авторское, да. Хотите авторское? Да. Хорошо. Есть стихотворение, называется «Снюсь ли я». Ты хочешь, да? Давай. Хорошо. Тогда специально для вас делать. Не знаю, как позвать, но для вас. Стихотворение. Называется «Снюсь ли я». Или «Снюсь я». Перекинулся. Мне всегда было интересно. При вас к вас проводили вместе. Спустя столько месяцев. А снюсь ли я теперь? А. В такие моменты, честно, мне хочется повеситься или уйти в тебе. Но сотрутся из памяти все пережитки прошлого, чуть прояснится свет. А вспоминаются ли вам и те, кто дорог был хоть немножко? Или же вовсе нет? За себя, признаюсь, было. Но только уж все мимолетно, где-то в полгода раз. Или же дважды в мае, или по числам четным, или же каждый час. Мне всегда было интересно, кто же, к кому остынет столько мгновений спустя. Только ответь мне честно. Так же часто, как ты, «Снюсь ли тебе я». Прикольно, супер. У вас голос очень сильно поставлен. Вы занимаетесь этим профессионально или как? Я бы даже сказал «Работа». На хобби столько времени не тратят. Стихотворение называется «Я люблю тебя». Давайте. Пойдет, да? А там с вами еще кто-то сидит, да? Что? Там еще с вами кто-то сидит? Вы там с вами? Да. Кать, покажись. Ой, здрасте. И вам здрасте. Хорошо. Тогда стихотворение «Я люблю тебя». Давайте. Я люблю тебя. Такую разноцветную. А что вы мне прочитать не даете? Ну, дайте я. Да что такое? Вы начинаете смеяться, и я сбиваюсь. У меня тоже голову теряются. Можно я? Не будете смеяться, я прочитаю. Нет, не будем. Хорошо. Тогда попробую еще разочек. Давайте. Я люблю тебя такую разноцветную. Разноплановую и разноформатную. Это прикольно, да? За то, что разбужен губами расцветы. За то, что украден глазами. Загады. За то, что на нервах моих, как на клавишах, играешь симфонии Баха, Бетховена. Ты мне, безусловно, и дико нравишься. И этим любовь моя вся обусловлена. И этим она на бумаге подчеркнута, в кавычки взята, на цитаты разваливаю. Мне нравится знать тебя тихой и чокнутой. Мне нравится быть с тобой сильным и раненой. Мне нравится пальцами мчаться по линии твоей аккуратно очерченной талии. Знакомить тебя с Федерико Феллини и знакомиться с тем, как ты видишь Италию. Не верить не в то, что живут все законы, не в то, что твердят в новостях и на кабелях. А видеть, как прячется, ждет нас за окнами. Наш собственный мир для кого-то неправильно. Обалдеть. Красиво, очень красиво, правда. А вы типа на это прикалывались? Я не могу вам про войту прочитать. Не надо. Послушайте, но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевучки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, он врывается к Богу, боится, что опоздал. Он плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружный. Говорит кому-то. И теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, просто необходимо, чтобы каждый вечер над крышей загоралась хоть одна звезда. Круто! Это было прекрасно. А вы не какая-нибудь, не знаю, известная личность или что-нибудь такое про спорта Маяковский? Что? Что? В тиктоке сидите? В тиктоке сидим. Где в тиктоке? Сидим. Конечно. Конечно. Сейчас. Сейчас, пять секунд. Вау! Ух ты! Ого! Мы же вас... Я видела вас! Я тоже! Здравствуйте! Здравствуйте! Неожиданно! А я ведь еще дома знакомый. Сейчас мы найдем вас. А это вы! Ого! В тиктоке. Это серьезно вы? Семьсот двадцать восемь тысяч подписчиков? Ого! Офигеть! Ну что, подписчики? Конечно. Да, ну я подписалась уже.